Привет! Вы на канале Тупой Комяк, а с вами Падре Павел. Мы продолжаем наш трудный, но очень полезный цикл про работу юристов и адвокатов нашей страны. В прошлом ролике у нас был блогер-юрист из Кирова Антон Долгих, который взял с меня деньги за то, что по закону должен был сделать совершенно бесплатно. Поскольку у кировского блогера оказалась большая аудитория, меня всю неделю одолевали разные люди. Мои подписчики, подписчики с его канала, простые залетные зрители, другие блогеры-юристы и даже мусора с компроматами. Я, конечно, понимаю, что сплетни, конфликты, разборки вызывают некий интерес у зрителя, но все же отвечу один раз и сразу всем. Я сам более не буду ничего придумывать по этой теме. На данном этапе мне не интересен этот дяденька, мне не интересна его жизнь и его зашквары. Я не буду делать подставы, я не буду разрабатывать какие-то ловушки, я не буду публиковать бытовые сливы на него на своем канале. Чужими бытовыми сливами, кстати, занимается герой сегодняшнего ролика Андрей, а не я. Поэтому сорян, тему закрыли, поехали дальше. Немножко про идею черного списка. Собственно, как и ранее, с охранниками, магазинами, ресторанами, какими-то школами и прочими барыгами, я погружался в тему, придумывал какие-то хитрости, лайфхаки и делился этим всем с вами. Также и тут я погружаюсь в тему так, как могу, чтобы поделиться с вами вот этим ценным опытом. Сначала я показывал ролики, как принимать квартиры, на что обращать внимание, как правильно общаться с застройщиками. Ну а теперь делюсь опытом, как общаться с юристами и адвокатами. В этом черном списке был юрист, который наврал, что у него есть ученая степень. В юриспруденции был адвокат, который впервые вообще залезает в споры по правам потребителя. И мы его очень быстро раскусили. В скором будущем также будут строительные эксперты или еще, например, бывшие мусора, которые объединились и создали свою юридическую контору. Все эти герои и мои знания делают мой черный список для вас настоящим инструментом при выборе юриста. Сегодня мы будем обозревать работу юридической компании Ярдрей. Главарь этой юридической банды, московский блогер-юрист Андрей Подшивалов, который занимается правами потребителя уже не первый год. У него есть также свой канал в ютюбе и в основном на его канале ролики с автосалонами по поводу качества машин. Видит бог, не совру ни разу. Если скажу, что когда ко мне обращались люди по спорам с автосалонами, я бесплатно отправлял их или в правовой центр движения, или в юридическую компанию Ярдрей, потому что у них есть специфический, уникальный, конкретный опыт в этих вопросах. Но каково же было мое разочарование, когда я видел на канале Ярдрей видео с застройщиками про новостройки. Я сегодня не буду разбирать вот эти его видео и что он там говорил. Я не буду его обвинять, что он конкретно пылесосит весь рынок, каждой дырки норовить стать пробкой. Сейчас мне абсолютно плевать на все его зашквары. В этом ролике я также не буду заниматься разоблачениями и сплетнями. Его внешний вид, риторика, жизненная позиция также в этом ролике не будут рассматриваться. Только юриспруденцы и только услуги компании Ярдрей. Ну а чтобы вам было интереснее смотреть вот все эти умные речи, я решил сделать интерактив. Я обратился в компанию Ярдрей как обычный клиент, обычный потребитель, которому нужно помочь принять новостройку. Ну а что из этого получилось, смотрите сами. С застройщиком споры сможете как-то что-то направить, сказать? Ну мне вообще интересно, как эта вся процедура у вас делается, сколько она стоит, некоторые нюансы еще нужно уточнить. Смотрите, вам конкретно что нужно, либо сопровождение на этой приемке, или что? Я просто не знаю все возможности, которые у вас есть, и вообще, ну, поэтому я и думал, ну с вами, а кто... Ну, просто в вопросах ВБУ есть, да, ну, немного направлений разных по конкретно, что у вас беспокоит, что за ситуацию. То есть, либо это просрочка по неустройке сдачи квартиры, либо это сопровождение сделки на приемке квартиры. То есть, чтобы понимать, что вы конкретно хотите. Ну, просрочки там нету, там у них до сентября все нормально, они укладываются, поэтому мне просто вот нужно выгодно, так скажем, правильно, грамотно принять. А, смотрите, да, у нас есть услуга сопровождения сделки три приемки квартиры. Это, как правило, юридическое и техническое сопровождение. Юрист выезжает, и технические столицы выезжают, мы с вами на приемку квартиры. То есть, юрист занимается проверкой документов, да, там, и проверкой акций, при помощи передачи. В случае необходимости юрист, да, там, составляет какой-то акт резоногласий, или же, возможно, претензии, то есть, все зависит от ситуации. Технический специалист проверяет, ну, соответственно, уже почти, грубо говоря, есть выражение по квартире, техническое сопровождение ее. По стоимости у нас у юридов будет 15 тысяч рублей в годный день, а по поводу технического специалиста мне нужно будет уточнить, потому что они не конкретно у нас заводки сидят, а это технические специалиста, которые потрудничают с нами. Я понял, а вот, значит, за 15 тысяч рублей он приезжает, он или вообще кто, или вы? А можно тогда, ну, чтобы уже не распыляться долго, можно конкретно с ним тогда поболтать, как раз обсудить все нюансы и так далее? Я попрошу юриста, чтобы он вам набрал, но на сколько-то моменте не могу сказать, потому что находитесь в день на свидании, да, и только, наверное, так вечером будет в блокике. И по поводу технического специалиста, нужно ли уточнять о стоимости вам? Да, уточнить нужно, и, естественно, тоже, наверное, с юристом надо будет это все согласовывать, как все это правильно сделать. Ну, у технического специалиста я либо наберу вам, либо напишу, просто так-то мне звонков очень много, поэтому иногда мы прием писать, например, вот так, если вам напишите. А, либо попрошу юрист, чтобы он с вами сидел. Ну, давайте тогда запишите номер телефона. Как юрист, может, он сразу вам наберет. У меня по поводу технического специалиста уточнил не так же. Да, простите, дорогие мои, за плохое качество звука. Это не явно, вот это там у них что-то на той стороне. Я точно таким же образом записывал два других ролика, и все было в порядке, но тут что-то не то. Если кто-то недопонял или не расслышал, это личный помощник блогера-юриста Андрея Подшивалова. Я понял, что помощник не особо компетентен в моих вопросах. Я попросил, чтобы со мной связался нормальный юрист и продиктовал ей свой номер телефона. Она записала под диктовку и пообещала, что мне позвонят или напишут в WhatsApp. Я честно ждал пару дней. Никто мне не звонил и никто не писал. Есть, конечно, в моей грешной голове, вот знаете, какие-то такие мысли, что вот эта девочка, помощница, она просто не увидела во мне какой-то, скажем, денежный потенциал. Ну, знаете, типа такого. А у вас Феррари? Нет. До свидания. А у вас новостройка бизнес-класса? Нет. До свидания. Ну, может быть, у вас там получится интересный ролик запилить? Да не думаю, там все обычно. Давай, иди гуляй, до свидания. Ну, я пока остерегусь поспешных выводов и не буду ни в чем никого обвинять. Ну, знаете, всякое бывает. И даже в компании, которая работает уже много-много лет и в которой есть свои какие-то кумиры, в ней тоже могут быть какие-то проблемы. Поэтому я подождал несколько дней и стал названивать опять. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, я, получается, попал в юридическую помощь, правильно? Да. Мне сказали, что вам перезвонят, утвердят. Позавчерашний день кончился, мне не звонили. Вчерашний день прошел, мне не звонили. Ну, вы, видимо, звоните с городского номера, и поэтому вам не могут звонить. Ну, тут она просто врет. Я всегда на связи, я работаю за компьютером, у меня всегда социальные сети включены. Тем более, что я ждал звонка для своего обзора. А я оставлял прям... Что может быть? Я оставлял номер телефона сотового. Ну, другая девушка, она сейчас в суде, поэтому... Ну и что, если она в суде? А при чем тут она? Я-то вообще-то звонка от юриста ждал. Какая у вас ситуация? Давайте звоним. А в суде девушка, я просто думал, она не юрист, я думал, она администратор. Очень, знаете ли, странно. Та девушка говорила, что она простой помощник, а теперь, оказывается, она юрист. У них там в компании Ярдрей по ходу дела все вот такие классные специалисты, что простой помощник ходит в суды и разбирается не хуже каких-то адвокатов и юристов. Я, конечно, не знаю, как у них там все устроено, и может, действительно вот так все. Но, кажется, мне они врут. Причем в самом начале отношений. Вообще, вот именно вот этот момент, это, конечно, небольшая проблема. Лично я за такое не вношу в черный список. Но вот вам дельный совет. Если в организации бардак, и вам вешают лапшу на уши прямо в начале ваших взаимоотношений, это будет продолжаться всегда. И вот если вот такие хитрости и обманы будут продолжаться всегда, тогда да, их однозначно надо вносить в черный список, и не только в мой. Мне сказали, 15 тысяч рублей стоит, чтобы мастер приехал. Не мастер, а юрист. Да. Еще можно... И эксперт тоже. Вы, и эксперт, скорее всего, тоже 15 тысяч. Смотрим, чтобы у нас юристы были свободны с этим договариванием с экспертами. Они приезжают, у нас, значит, на время и час, и день, и проводятся. То есть эксперт смотрит все проблемы и не проблемы по квартире. Составляется акт, если есть какие-то нарушения, чтобы их исправить. Данный акт составляет юрист, если необходимые, если там сильные нарушения, подготавливаются претензии, вручаются управляющие компании. Возможно, они могут отказать принимать, потому что часто бывает, там, ну, просто человек, который открывает и показывает, да. Соответственно, отправляется это с почтой, или вы наручно приходите в управляющую, отдаете им эту претензию, и они могут проникнуть 25 дней. Отлично! Тут я могу их похвалить. Видно, слышно, что девушка понимает, о чем говорит. Она бесплатно сориентировала, как все это происходит, какие документы составляют, какие специалисты будут. Все понимает, все знает. Вот так вы должны отвечать юристы на вопросы. Ну, а в подтверждение моих слов, вот вам норма из закона защиты прав потребителей, статья 10. Изготовитель, исполнитель, продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, работах, услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Чтобы потом между потребителем и юристом не возникало споров, руганий и скандалов. Чтобы потом блогер, юрист Андрей не смог называть обычного привередливого потребителя экстремистом, когда тот просто не понял суть его услуг. Скажите, там юрист берет 15 тысяч рублей, да, чтобы приехать, и я так понимаю, он составит акт... Правильно, акт, претензию, да, акт, разногласия, претензию, посмотрит вашу будущую, предварительную, вы вышлите. Хорошо, окей, скажите, пожалуйста, вот я просто обращался в другие, да, экспертные организации, именно эксперты, они все это делают в рамках 5 тысяч рублей, то есть приходит эксперт по приемке, берет 5 тысяч рублей и сразу же акт делает, передает застройщику акт, где прям все указывает все недостатки, и они уже их меняют. Если не меняют, да, там, тогда уже вступает в силу, там, так скажем, тяжелая артиллерия, типа юристов и экспертов. Ну, вы можете так сделать... Я имею в виду, почему у вас... Вот эксперты, с которыми мы работаем, почему у нас 15 тысяч? Да, 15 тысяч юристов и 15 тысяч экспертов. Я не торгуюсь. Даже самый алчный блогер-юрист Антон 3000 и тот говорил, что не нужен юрист на приемку. Вы пригласили строителей, отдали им 15 тысяч рублей, они составили вот эту вот ведомость, где перечисляют все недостатки. Тогда вопрос, а зачем еще платить 15 тысяч рублей юристу, чтобы тот сделал то же самое? Ведь она сама сказала, что суть работы юриста на приемке составить какой-то акт разногласий, там, претензию, передать застройщику, чтобы тот все переделал. Поэтому я тут не торгуюсь, я просто уточняю, мало ли там есть еще что-то, что она забыла просто сказать. Ну, за юристов я могу сказать, что это наша работа, выезд нашего сотрудника, где, получается, он там бывает тратит, а за эксперты не могу сказать, что это сторонняя организация, это не наши сотрудники, мы к ним обращаемся, и они профессионалы. Ясно, ладно. Это их стоимость всех, почему она такая, не скажу. Вы можете звонить других экспертов. Я понял, хорошо. Ну да, ничего другого, чтобы она могла забыть, нет. Просто у нас такие цены, если не нравится, не берите, пошел нахер. Тогда я позволю себе маленький вывод для тех, кто интересуется рынком, чтобы вы знали примерные цены. Средняя цена строителей, специалистов с нормальным оборудованием, с нормальными знаниями, с образованиями, чтобы они пришли, сделали осмотр всей квартиры, выявили какие-то недостатки, зафиксировали их в акте и передали застройщику 5 тысяч рублей. Вывод такой, не нужны такие юристы при таком раскладе, которые сделают все то же самое, что и строители. Исключение, конечно, если юристы пришли по другому вопросу. Ничто бы и заставлять застройщика переделать недостатки. Скажите, вот, пожалуйста, там получается, что мы приходим в день приемки, смотрим, если какие-то недостатки есть, то мы делаем акт вот этот, да, что есть недостатки, юрист помогает, и им даем 45 дней. Почему именно 45 дней? Конечно, не технический кризис товар, в результате которого нужно, но практика сложилась именно что? Судебная практика сложилась именно 45 дней. А какая-то такая практика. Да, есть в законах, что не более 45 дней. Ну, вообще-то, сроки должен назначать собственник, потребитель. Например, статья 20, закон о защите прав потребителя. И статья 30, закон о защите прав потребителя. В них все подробно указано. Вот тут как раз именно тот случай, когда юрист не знает, не понимает сути, но просто заучил и кидает как за истину. Нет, я просто, да, тоже вот этот форум и читал, все такое, смотрел. Там написано, что дольщик устанавливает сколько дней, а не они, типа 45 дней. Я думаю, там, если у меня просто окно заменить, зачем 45 дней? Достаточно 2 дня. Ну, да, только вы заменить вам за 2 дней было бы все замечательно. Ну, а вы просто сказали 45 дней, поэтому я, ну, уточняю, почему именно 45 дней? По закону, чтобы если вы захотите расторгать договор БДУ, мы могли это сделать. Не, я не хочу расторгать. Ну, тогда, ну, там, обязательно, неустойку, это уже другой момент. Так, а просто я к тому, что если, ну, если там было, будут... Надо смотреть вас в БДУ, вас прописана неустойка. А при чем тут неустойка? Не знаешь ты ответ, так и скажи, не знаю. Не хочешь говорить, так и скажи, не скажу. Речь была про 45 дней, все. Вот тоже в интернете люди говорят, что можно вообще не давать им шанс переделывать, а сразу у них деньги просить за вот эти недостатки, которые переделываются, которые я буду переделывать сам. Я просто, ну, думаю, если там куча всяких недостатков, я не хочу их опять туда пускать, чтобы они там все испортили мне. Я хочу, ну, так принять, как есть, сам уже ремонтировать. Надо смотреть, да, договор БДУ, как все прописано. А, ну, то есть там не важно, как, что я хочу, если в договоре прописано, значит, я ничего не могу сделать, правильно? Да. Вот это был мой самый любимый вопрос. Почему самый любимый? Потому что именно тут видно сноровку и подход юриста. Если юрист говорит вам, что всему голова договор, ему надо слепо подчиняться, смело бегите от такого юриста. Он не рассматривает именно ваш случай, он не ищет, где ваши права нарушены, он просто отмазывается с помощью вот этого вот договора от лишней работы и от каких-то хлопот. Ну, или тупо не знает, что все ущемляющие пункты договора можно отменять в суде. Или что договор этот можно обойти при помощи определенной стратегии. Кстати, вот здесь вот в ролике, если вы пройдете, один из этих случаев мы тоже расскажем и показываем. Вот за этот момент я с удовольствием внесу компанию Ярдрей и вот эту тетеньку в мой черный список. По судебным делам, сколько будет стоить, чтобы судиться? Андрей, я даже не знаю. И смотря на что судиться, ну, стойка, расторжение, возмещение. Возмещение. Поверьте, пока вообще непонятно, пока, ну, какая-то сумма возмещение. Я не могу вам сказать, я, к сожалению, даже не знаю. Да, а ведь совсем недавно, еще несколько минут назад, я хвалил эту мадам и говорил, что она очень легко, все просто и непринужденно рассказывает. Надеюсь, это не потому, что они натягивают цены под клиента. По результатам действий их, а по результатам экспертизы понимать, что только... Я просто сейчас принимаю решение, я вам помогу продать вашу услугу и вам прямо скажу. Я принимаю решение просто, к кому мне обращаться, к вам или к другим юристам. И вот другие юристы мне прямо границы некоторые, прямо сказали, от таких-то до стольких-то, за такие-то и такие-то услуги. От вас я не могу понять, и поэтому мне как немножко комфузно. А я не могу сказать, потому что я не знаю. Ну, у вас есть, знаете, как в Америке? Я понимаю, нету прайки, к сожалению. Я понимаю, знаете, как в Америке? Типа, мой час... Судебные и Кинг-Хампы разные, по-разному, от 60-ти, далее... От 60-ти, я понял. Значит, 15 мы на стадию приемка, а потом от 60-ти, да? Минимум 60. Все, вот хотя бы так, вот 60-ти. Еще бывает проблема, что застройщики потом банкротятся, и все такое, вот, забирать деньги... Да, такое бывает. А? Да, такое бывает, к сожалению. Все деньги потом у них забрать вы помогаете? Мы не коллекторы, к сожалению, мы судебники. Мы можем посидеть, получить исполнительный лист, далее мы не можем помочь. А, я понял. Это она типа так посоветовала коллекторам обращаться? Грубо. С исполнительными листами в основном работают юристы и судебные приставы, а не коллекторы. А как вас зовут? Глата. И скажите маленький такой вопрос. А как можно будет вообще вот с Ердреем состыковаться, да? Он только с блогерами коллаборации какие-то делает? Или вот можно тоже пригласить его на приемку? Ну, у него будет больше стоимость приема... А, вот то есть не 15 тысяч, а больше? А сколько? Ну, мне просто, чтобы понимать. Да. Сколько это будет стоить? Примерно хотя бы? Я не задавал такой вопрос, даже не знаю. А, то есть то, что он берет больше, чем обычно, это вот ты знаешь. А вот сколько, это будет зависеть на каком автомобиле я приеду на встречу. Так, все-таки, мне кажется, они говорят цены от балды. Ориентируются на клиента. Ну, 20 или там 30 тысяч. Обычно сотрудники его считали, что вы же... Я понял. Ну, просто я ролики видел, где он, поэтому я и думал, как так, ну... Ну... Или это денег стоит? Да, я не знаю. Я просить, он мне же никогда не скажет, сколько ему, и как, кто, и что. Ладно, спасибо большое. Вроде бы все понятно. Да, до свидания. До свидания. Если честно, я дико неудовлетворен, несмотря на то, что за окном ночь. Во-первых, я не могу сделать точного вывода. По разговорам как бы все нормально, они ориентируются, что-то рассказывают, даже знают структуру, разработана какая-то стратегия. Но по факту они хитрят, обманывают и неоднократно обманывали. Я бы отстал от них, подставил бы галочку себе, что терпимо и отстал бы от них, если бы вот эта вот девушка не ляпнула про договоры. Уж очень мне не нравится такой подход к делу. Я решил пойти дальше. Я нашел номер Андрея Подшивалова, это их начальник. И я позвонил лично ему. Здравствуйте. Я звоню Ердрею, правильно? Он сейчас не может разговаривать, поэтому передал мне телефон. Какой у вас вопрос? Да, хотел просто спросить по поводу юридической помощи. Вы сами видите, что я растерялся. Я позвонил на личный номер Андрея, а на него отвечает все та же девушка. Я не понимаю, супруга это или любовница, или это специальный работник, который вычисляет платежеспособность с каждого позвонившего. Кучу вопросов в голове, поэтому и растерялся. Да, я его сотрудник. Какой у вас вопрос? А, а как вас зовут? Злата. Просто думал спросить, как вообще возможно устроить, чтобы устроить так, чтобы он приехал, допустим, мне помог в моем вопросе. Сколько вообще это может стоить, вообще возможно такое или нет? Просто я вроде бы с вами, наверное, разговаривал, я уже в офис звонил, и я спрашивал вообще, как можно устроить. Если вы сказали, не знаю, это может сам Андрей знать, поэтому я ему и звоню. А, тогда перезвоните, наверное, сегодня после 7. После 7 вечера, да? Угу, да. Все, я понял, спасибо. Угу, спасибо, до свидания. До свидания. Да, мои дорогие, это выглядит прям какой-то квест. Юридический интерактив. Меня самого, если честно, вот это все немножко раздражает. Я все-таки дождался 19 часов и опять позвонил. Алло. Алло, алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. А я вот звонил сегодня, вы сказали, после 7 позвонить. Он занят, и может быть, все-таки я вам помогу? Ну, просто мы пытались, помню, вы не смогли помочь. Ну, давайте попробуем еще раз. Я так понимаю, у вас 15 тысяч рублей стоит вызов юриста и 15 тысяч вызов мастера, правильно? Ну, цена такая же, 15 приемка юрист, и если через стройхлам Петрушу, то у него 15, если вы там найдете своего, то эксперты, своих экспертов, то как крайне скажут. А, это стройхлам Петрушин? О, а я знаю, кто такой Петруша. Мы с ним даже как-то общались. Мы с ним спорили, от кого обычным людям больше приходит ущерба, от риелторов или от строителей? Просто, пожалуйста, у меня рабочий день уже заканчивается. Ну, вы просто сами сказали, что... Вы просто... Я звонил, вы сказали, после 7 звонить. Я звонил, после 7 вы меня опять отшиваете. Ну, я должна была ответить вам. Ну, я понимаю, от меня-то не зависит. Все, что от меня зависит, я сделал. Можете сказать, что еще сделать, я опять сделаю. Какой у вас вопрос? Да, а я просто к тому, что если все-таки он решает, сколько, что, как денег, почему бы с ним нельзя поговорить? Ну, вы тогда приедете к нему на консультацию. А так же будет? Так же будет, как по телефону, невозможно будет поймать или как? Ну, я зря приеду, я боюсь. Мы записываемся. Мы записываемся на определенный день, на определенное время. Давайте запишемся. Вы с ним встречаетесь. Это как делать надо? Записываться. Ну, у нас, подождите, мы еще даже ничего не приняли. Так я просто хочу, дело в том, что я хочу, прежде чем принять решение, мне нужно понимать всю экономику. Ну, я такой, извините, пожалуйста, я такой дотошный, но я все вот по полочкам, у меня вот тут уже целая тетрадка по стратегии, как, что надо делать. Поэтому, ну, я вот такой человек. Ну, я, деньги у меня есть, деньги не вопрос, я готов заплатить за профессиональную работу. Вот просто мне нужно понимать, кто принимает решение там, и все. Прямо как я и думал. Вы тоже заметили, да, как она сначала придумала возражение, мол, еще ничего не обсудили, ничего не договорились. Ну, я сказал волшебные слова. Деньги есть. Скажите, как вам удобно, я постараюсь подстроиться. Желательно днем. Давайте все в 16. В 16, нормально, мне кажется. Среда 16. Я сейчас прям... Среда 16.00. Да, ну, и единственное, у нас обычно у Андрея консультации, они стоят 5 тысяч, но если это будет далее с ним работать, это входит в ведение там дела, или по приемке, или по договору, оказание юридических услуг, то это входит. А если я все-таки не приму решение работать с ним, то просто 5 тысяч рублей пропали, да? Да. А 5 тысяч рублей, допустим, я заплатил. Он даст за эти 5 тысяч рублей какие-то претензии, какой-то анализ, ну, на бумажке конкретный, там, что это от него, что он провел анализ? Саму претензию, нет, саму претензию пишутся, наверное, за другие деньги, а вам по вашей ситуации посмотрят ЭДУ, расскажут, ответят на все вопросы, вот это да. А, я понял. Значит, без документов просто слова. Словам нынче не верят. Ладно, спасибо большое. До свидания. Угу. Дорогой зритель, когда вы за что-то платите, всегда уточняйте. Даже если это какой-то красавчик с Ютьюба, все равно уточняйте, за что вы платите и что вы получите по результату. Просто консультация, понятие очень растяжимое. И если нет конкретики, то вас смогут кинуть. Лично я вот такую вот услугу для себя бы никогда не купил. И я имею такой же алчный грех. Я за 5 тысяч рублей, мои дорогие, даже договор поленюсь составлять. Скажу, вот еще за 5 тысяч рублей еще договоры делать, я вообще лучше откажусь. Но вы, именно вы должны все это пресекать, когда обращаетесь за услугами. Я подготовился к среде, надел любимую черную рубашку, оплатил 5 тысяч рублей за консультации, дождался 16 часов и даже включил видеозапись. Среда, 16 часов. Не отвечать не хочет, Эрдри, а записывались. Сейчас позвоним на общий телефон и спросим, почему. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А как вас зовут? Влада. Влада, здравствуйте, Влада. Дело в том, что вот я записывался сегодня на 16.00. А по какому вопросу? Напомните? А по поводу новостройки у меня, приемка новостройки будет. Давайте я сейчас посмотрю, кто сможет с вами пообщаться и уже перезвоню. Чего? Кто сможет пообщаться? А как насчет Андрея? Я специально записывался на это время. Андрей, судя по их сайту, по их каналу на YouTube, является топовым юристом, начальником. И она продавала мне консультацию топового юриста. Но по итогу решила меня кинуть и спихнуть рядовому специалисту. И тут тоже кидалова. А я предупреждал. Если они с самого начала начинают кружить и хитрить, это неизбежно будет сопровождать вас на протяжении всего пути сотрудничества. А мы не общались? Да, скорее всего общались. Просто я вот никак не могу решить вопрос. Я думал вот с Ердреем договориться, потому что как-то все общими-общими фразами, а конкретики нет. Поэтому мне сказали, что только все Ердрей решает. Поэтому, ну Андрей, поэтому я и хотел как-то с ним поговорить. Хорошо, сейчас если в офис приедет, то тогда я попрошу, чтобы он вам набрал. А сейчас его в офисе нет? Нет, он вышел. Ого, а его и даже и в офисе нет? Ну вот почему все эти блогеры-юристы меня постоянно кидают? Неужели я такой лох, а? Вышел, замечательно. А я же записывался на 4 часа, он меня не ждет. Вы у него записывались? Просто у меня не отмечено, что сегодня 4. А, у вас нет записывания, ну нормально. Ну я записывался, может быть не с вами. У вас Влада или Злата есть такие девочки? Ну вы Влада? Да, есть. А есть еще Злата. Мы на 5 пятницу, по-моему, с вами общались. Вот, пожалуйста. Я, честно, не очень помню, что мы на 16.00 сегодня записывались на оплатную консультацию к Андрею. Вы мне сказали, вот у меня прямо записано. Вот я сейчас смотрю. Среда, 16.00, 5000 рублей. Правильно? 5000 рублей у вас консультация платная. А где вам написали? Нет, это я записал. На номер WhatsApp, который вы представили? Нет, это я записал, когда мы разговаривали по телефону. А, вы записали. Да, я помню, что я вам говорила, что да, у Андрея у него такая плата. И не помню, что вы именно на 16.00 с вами записывались, потому что я вам ответила на все вопросы, и вы сказали, что вы подумаете. Вот это варенье божие! Чтоб ты была здорова и умна. Еще и меня дурачком делает. Это хорошо, что я разговор записал. Нет, не надо. Не надо по-другому осудить стоимость введения дела. За что вам, по-моему, сказали, что введение дела будет понятно, когда у нас будет срок, так как мы еще не приняли. Какой, блин, срок? Ты о чем вообще? В общем, давайте Андрея дождемся, и он наберет. Чем глубже влез, тем дальше вылез. Хорошо. Сейчас нет, и он вышел. Хорошо, а примерно сколько ждать? Я не могу точно сказать, потому что, ну, он не отчитывается по времени, на сколько, когда он вышел. Сколько его здесь ждем? Ну, хорошо, ладно. Тогда на WhatsApp, на WhatsApp вот 27. Да. Ну, я с него звонил вам. У меня такое ощущение, что работницы компании Ярдрей явно намекают и заставляют меня думать, что Андрей, подшивалов их начальник, топовый главный юрист, является каким-то тираном, узурпатором. Цены не говорит, на записи, за которые заплатили, не приходит, объясняться Закидалова не хочет. Ну, да ладно, для выводов о самом Андрее еще рановато, мы еще успеем. Ну, а пока, на основании дважды кинутого и трижды обманутого клиента, в соответствии с правами потребителя, во имя справедливости, я низвергаю юридическую компанию Ярдрей в черный список. Отлучать компанию Ярдрей от юридической практики я не смогу и не стану. Но для того, чтобы они не издевались над простыми людьми, я их буду благословлять. Дабы, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие угли. Послание к кремлинам, 12 глава Библии. Данное решение вступает в законную силу незамедлительно и может быть обжаловано только Андреем Подшиваловым. Слушание по данному обжалованию назначено на следующую неделю. Суд присяжных и зрителей в соответствии с правилами канала Тупой Камяк имеют полное право на размещение под роликом комментариев негативного или положительного толкования. Также присяжные имеют право поставить оценку данному зрелищу в виде лайка или дизлайка. А особенно проникшиеся присяжные обязаны незамедлительно отрепостировать данное видео. А также порекомендовать родным, друзьям и близким. Да пребудет с вами сила конституции, права потребителя и жажда справедливости. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова